Памятник природы и памятник культуры государственного значения. Все это старейший санаторий имени Аджоникидзе, так любимый сочинцами за уникальную архитектуру и произрастающие там деревья, которые занесены в Красную книгу. Сейчас объект на реконструкции, пока, правда, работы не начались. По мнению собственника санатория, для начала восстановительных работ необходимо сделать корректировку границ особо охраняемой территории. Речь идет о роще гималайских кедров. Соответственно, был подготовлен проект, по которому были исключены небольшие участки, которые предполагается задействовать при проведении ремонтных работ на территории данного санатория. Однако, дабы компенсировать исключаемые участки, был разработан проект, куда были включены дополнительные территории, на которых также находятся эти кедры гималайские. Тот факт, что одни кедры станут заменой других, которые придется спилить, взволновал общественность. Роща кедра гималайского не должна пострадать при проведении ремонта зданий. Это единогласное мнение всех участников общественного совета. При существующих ныне технологиях строительства, практически строят так, что дерево даже внутри здания умудряются сохранить, не только то, которое стоит просто рядом. И вот именно эту информацию мы сегодня пытались получить, пытаясь заполучить по деревную съемку. То есть на карте должно быть нанесено дерево конкретно, где оно стоит, чтобы мы могли сказать, ну да, действительно, вот тут, например, леса не становятся. Но этой информации нам как раз не дали. И они на данный момент сейчас уходят от слова «рубка». Они пытаются это сформулировать, как просто изъятие этих 18 деревьев из памятника природы. Проектной организации и собственникам санатория было задано много вопросов. И поскольку не на все из них были получены развернутые ответы, общественные слушания будут проведены повторно через 10 дней. Елена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТМ».